Тихий дворик И вот именно в этот период, точнее в 1935 году, здесь был построен вот этот замечательный дом в стиле такого позднего конструктивизма. Это уже были не первые советские квартиры, которые Ольга Федоровна Бергольц очень метко назвала слезой социализма. Здесь уже были все удобства в каждой комнате, в каждой квартире появились балконы. Ну, фактически такой, фактически советский буржуазный стиль. Именно здесь в 1935 году получил квартиру товарищ Гильберт. Вы скажете, кто это? К сожалению, да, имя нынче уже забытое, поэтому я вам о нем немного и расскажу. Василий Фомич Гильберт родился, можно сказать, в английской семье. Его отец был настоящим англичанином, правда не в Туле, а в городе Самара. Господь дал ему талант писать картины и стал он художником. В 1904 году оказался в нашем городе, и вся его дальнейшая жизнь будет связана именно с Тулой. Преподавал он в мужской гимназии, преподавал в ремесленном училище, жил в небольшом домике на улице Калужской, ныне демонстрация. И когда в 1917 году началась революция, Василий Фомич ее активнейшим образом поддержал. К этому времени он был уже, ну скажем, если не именитым, то достаточно известным художником в Туле. Его картины уже экспонировались на выставках. И к 1919 году он, можно сказать, становится одним из активных членов художественной жизни города Тулы. Он создает специальные курсы для подготовки учителей рисования. Его картины оказываются в художественном музее, где они по сей день и хранятся. Ну, наверное, может быть, самая такая, может быть, я не знаю, я не художник, может быть, не самая лучшая, а может быть, и самая лучшая. Ну, наверное, самая известная для меня картина – это изображение Ломовских ворот. Мы его часто видим на каких-то календариках, видим в каких-то постах. Но Ломовские ворота, те, которые у нас расположены в бывшем Ломовском переулке, корота, которая связана у нас с именем Екатерины II, вот как раз художник изобразил их, можно сказать, во всем величии. Могу сказать, наверное, что без Василия Фомича Тульская художественная школа, наверное, бы не состоялась бы. И то, что сегодня у нас есть прекрасная художественная школа, в этом тоже есть его, в том числе, и труды. Так вот, в 1935 году, получив квартиру, художник живет такой вполне хорошей творческой жизнью. В 1936 году происходит его последняя персональная выставка. В 1938 году арестован шпионаж, предательство советской родины, антисоветская агитация. С таким приговором, конечно, с такими обвинениями приговором может быть только один – высшая мера наказания. И в 1938 году в Теснецких лагерях, как и многие представители нашей тульской интеллигенции, Василий Фомич был расстрелян. Да, имя Василия Фомича сегодня известно только специалистам, к сожалению. Но вот то, что есть мемориальная доска на доме, то, что есть его картины в музее, то, что вот сегодня мы о нем говорим, наверное, это и есть то, что называется память. И задача жителей города, в том числе, хранить эту память, пусть это маленький репортаж станет той самой капелькой, которая донесет историю человека, который для нашего города сделал очень-очень много. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok